Кремлевская власть Нет ни одного юридического документа, подтверждающего данный фейк Как и другие народы Айрат Калмыки были оккупированы Наше государство, Калмыцкое ханство было упразднено А территории разделены между губерниями Приход в власти большевиков был разрушительным для нашего народа В результате Красного террора погибло около 50% населения Айратов А к началу военного переворота 1917 года нас насчитывалось около 300 тысяч В обмен на лояльность большевикам была применена другая тактика Приемы обмана и запугивания Калмыкам была дана автономия, но в обмен на свободу и безопасность Коммунистический режим принес нам голодомор, репрессии, высылку в Сибирь В полном составе 28 декабря 1943 года И весь этот кошмар сопровождался бесчисленными жертвами Таким образом, родина, в кавычках, отблагодарила тех, кто защищал страну Пока отцы, сыновья, братья воевали захватчиками Родители запихали в вагоны для скота и угнали в Сибирь Та зима была очень суровой Трупы замерзших стариков, детей больных Выбрасывали, оставляли на полустанках Даже не разрешали их хоронить Еще до Второй мировой войны в Калмыкии уничтожили все буддийские храмы Убили всех буддийских монахов Которые являлись хранителями культуры, учителями и наставниками для Айраб Смерть и горе не единственные напасти, что принесли нам оккупанты В перерывах между плохими и хорошими периодами Жесткие технологии сменялись мягкими Как известно, карательная система имела контролирующие органы Что работает теми же методами и по сей день кнутом и пряниками Воспитательные службы готовили необходимые кадры Чтобы исполнять любые приказы из Кремля С помощью таких воспитанников была проведена общесоюзная операция По ассимиляции и русификации населения Коммунисты сделали все, чтобы родной айрадский язык стал непопулярен Айрадскую письменность заменили на кириллицу, родную литературу Что называется, выдрали из обихода, как выдирают листы из книги Почти никого не осталось, кто пишет на родном языке Многие айрады носят русские имена И практически все носят русские фамилии Современное бытие айрадов выражено в колониальной зависимости Наши ресурсы, недра, нефть и газ Распределены между российскими компаниями Нет, не приносящие никакого дохода республике Никаких выгод для народа Наши земли незаконно урезаются Искусственно созданная критическая экономическая ситуация Привела республику на грань банкротства А людей загнали в нищету Они бегут из республики в другие, более благополучные регионы Или за рубеж Дома остаются бюджетники, старики и дети Все эти признаки присущи и другим регионам Где нет никаких перспектив У которых отобрали право голоса Право выбирать для себя будущее Для них определено только одно поведение Патриотическая дисциплина И сегодня таких, как наши русифицированные собратья Из других республик, не знающие ни своей истории Ни своих корней Легко обмануть угрозой из Украины Из Запада настроить против соседней страны Сделать из них безжалостных наемников И отправить на войну И выделю, что такая политика продолжается не одно столетие Как бы государство не называлось Российская империя СССР или Федерация Она не перестает угрожать миру и безопасности Постоянные социальные и экономические военные эксперименты Приводят многомиллионным жертвам И смена власти от относительно мягкой Обязательно скатывается в откровенно деспотичной Жестокой тирании Нам пора положить этому конец Наше будущее мы видим вне империи Для этого нам необходимо упразднить Так называемую Российскую Федерацию Демилитаризировать, дежурсифицировать Деколонизировать преступную государственность Это сложная задача Мы, конечно, осознаем, что в одиночку мы не справимся Империя будет делать все, чтобы не позволить нам выйти И потому я призываю лидеров национальных движений Присоединиться к борьбе за независимость своих народов Что мы можем сделать? Консолидация антироссийских сил Должна состоять не только из национальных движений Мы просим поддержки также у цивилизованных стран Европы И остального мира Необходимо создать проект Что будет курировать национальные объединения Организовывать обучение общественных деятелей Проводить юридические консультации Калмыкия вполне способна стать Еще одним европейским государством Которое будет уникально Своими азиатскими корнями и религией Благодарю за внимание Иринца, большое спасибо вам Спасибо большое, да Я думаю, у нас будет два вопроса Потому что очень интересно, да Пожалуйста, друзья и спикеры Задавайте вопросы Есть уникальная возможность сейчас Такого человека, как Даляев Спросить то, что вам интересно Потому что точка зрения сильная Точка зрения четкая Бескомпромиссная Еще раз вам спасибо, что вы ее высказали Будут ли у нас вопросы? Или устали? Друзья, у нас будет технический перерыв Но еще чуть-чуть потерпите Хорошо Я тогда задам вопрос вам Если можно, так? Как вы сейчас чувствуете Именно, как Калмыкия Насколько люди понимают уже Внутри региона Что уже Насколько стоят на такой же Мощной позиции, как у вас Расскажите нам, может быть Да, спасибо большое Я понял ваш вопрос Я, к сожалению, не могу всех порадовать Какие дела на самом деле Так, может быть, так спешу На самом деле Пропаганда российская Еще очень сильна И мы пока не можем Похвастаться множеством сторонников И такой четкой Направленности Общественной позиции К сожалению И сейчас мы Только в начале своего пути И это первые заявления Но, как говорится Начало положено И больше людей Все больше людей Прислушиваются к нам К нам звонят Нам Пишут Задают вопросы Интересуются Что это за движение И, конечно же Интересуются Сможем ли Мы, как Калмыкия Как республика Существовать отдельно Ну, почему же нет Конечно Мы всех поддерживаем И убеждаем То, что Любое государство Возникшее на руинах Российской империи Обретет шанс Быть свободным Независимым Процветающим государством Да, спасибо вам Тогда за эти Сложные Первые шаги Мы вас поддерживаем Со своей стороны Сделаем все Что будет в наших силах И будем продолжать Спасибо вам за включение Благодарю всех За внимание Спасибо До свидания Спасибо 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 Спасибо